Это было, я считал, что смогу так на него воздействовать. И вообще меня это поразило, я думал, что хуже ничего быть не может. А оказалось, что может. Но вопрос, почему он это сделал, я же узнал, я после этого с ним поссорился. Ну и считал, что он такой способен. Значит, ну единственное, что я могу сказать вам, что, ну, то же самое, что скажут всякие родители, любые. Мой сын на это не способен. Скажу так, что с моей точки зрения, если он виноват, то виноват я в первую очередь. Потому что я его воспитывал, и все, вот так вот напрямую. Что касается, убивал, не убивал, ну я все равно не верю, конечно, что он мог убить. Он, понимаете, мне кажется, мне кажется, что он был в состоянии аффекта, может, что-то увидел. И его предавил, он испугался. Вот, а состояние аффекта, это же не минутное состояние, не секундное, оно может длиться сутками. Человек, и потом, вот это вот движение в сторону границы, да. Там же один из Ленинграда, из Петербурга, другой из Ленинградской области. То есть это, я не думаю, что это мой сын придумал рвануть в Финляндию, там, рвануть за кордон. То есть, мне кажется, так. И еще при съемке, обратите внимание, последняя съемка, у него два пореза на переносице. Вот, я не знаю, что это за порезы. При задержании вряд ли пореза не унесли. А ножик был у этого, который был разговор сначала, что сын прекращает заниматься ерундой, продолжая учиться. После этого, вот этот случай происходит. После этого я с ним не могу говорить. Послушайте, дело вот в чем. Дело в том, что сын находился как раз в таком возрасте, переломном, когда хочется всем доказать, что он взрослый, что он способен на самостоятельное решение. И сами знаете, что, наверное, знаете, может быть, видели на других примерах в своем, что в таком возрасте опережение идет действие над разумом. Собственно, не так я и думал. Вы знаете, дело в том, что со мной он вел себя ровно, а вот со сверстниками я не могу сказать. Знаете, друзей как таковых, я не знаю, были не очень. То есть приятели были, про друзей, это очень отличный человек. Все из-за девушки, есть у него девушка учится в Питере. И, видимо, да, видимо, там он же начал твердить за месяц, там, не хочу учиться, хочу жениться. То есть он собирался, вот он влюбился, он хотел дослужить, уйти, вернуться в Питер, вот, жениться. И вот, 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 там любовь, конечно, присутствовала. Да, ближе все время в Петербург я поеду.